МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На головные боли, стресс, бессонницу, простудные заболевания, боли в спине. Это о чем говорит? О том, что депрессия, ОРВИ, допустим, и остеохондроз – это и есть болезни современности, о которых мы говорим? Ну, во-первых, это и как очень распространенные заболевания, так и это заболевания, которые практически с самого своего начала проявляются какими-то клиническими симптомами, которые людям приносят дискомфорт в их повседневном жизни. И смысленно замечать их, да? Да, и в связи с этим люди чаще обращаются по этому поводу. Ну, в отличие от других распространенных, но не менее важных заболеваний, онкологические болезни, сердечно-сосудистые заболевания, они все-таки формируются длительный период времени, и клиника, которая проявляется у человека, она уже на поздних этапах образуется. Понятно. Скажите, Павел, а можно сказать, что этими заболеваниями стали чаще выявлять, может быть, их, либо просто стали люди чаще болеть именно вот этими вот группами, там, ну, депрессивные расстройства какие-то, ОРВИ и так далее, или в целом картина клиническая не меняется на протяжении каких-то лет? Нет, ну, конечно, с течением времени изменения происходят, те или иные заболевания выходят на первый план, да? Вот если у нас тема про болезнь цивилизации, да, современного общества, конечно, у нас с учетом развития научно-технологического прогресса, он как и облегчает нашу жизнь, так и добавляет, способствует развитию, да, патологических состояний тех или иных. Хорошо, вот если мы поговорили о тех болезнях, условно говоря, которые заботят жителей западного полушария нашего мира, то можно ли сказать, что в Краснодарском крае, например, тоже есть свой список болезней современности, он чем-то отличается, допустим, от общероссийской картины, либо от общемировой, у нас есть какие-то свои специфики в этом отношении? Ну, я бы не сказал, что по регионам какая-то есть особенность. Понятно, что у нас вот новые технологии, которые в нашу жизнь приходят, они, с одной стороны, облегчают нашу жизнь, да, это уменьшают наше передвижение, да, за счет лифтов, эскалаторов, транспорта личного. Конечно, самолетов тех же самых. Ну, самолет, да, ну, как бы самолетов все-таки. Хотя очень сложно от этого отказаться, ведь, ну, вот у нас, например, бывает такое, в доме лифт не работает, и после мне приходится подниматься на девятый этаж. Я хочу сказать, что я, с одной стороны, понимаю прекрасно, что это достижение цивилизации, оно, в общем-то, добавляет там каких-то, может быть, и лишних килограммов и так далее, а с другой стороны, я понимаю, что без этого достижения цивилизации хорошо на девятом, а если на шнадцатый идти, например. Ну, да, тут просто плюс в том, что сэкономив своей силы вот в данном процессе, вы можете физической активностью заняться вот в удобное для вас время, то есть выйти на прогулку, сходить в тренажерный зал. Понятно. А вы согласны с тем, что главные враги современного человека – это автомобиль, телевизор и микроволновая печь? Ну, вот насчет автомобиля и телевизора я, ну, относительно отчасти, может быть, еще согласен, да, понятное дело, что автомобиль делает нас менее подвижными, телевизор тоже, особенно даже не телевизор, а пульт от него в том числе. Ну, да, конечно. Да, а вот насчет микроволновой печи, это что здесь? Ну, микроволновая печь, я так понимаю, тут связана с электромагнитным излучением, но из вот всех электроприборов, с которыми мы постоянно контактируем, мне кажется, что она в меньшей мере, потому что она, ну, работает там, там, считанное количество минут в течение дня, в отличие от телевизора, монитора компьютера и других устройств, которые в быту практически с каждым человеком. Но ведь не означает, что, допустим, для того, чтобы быть полностью здоровым, нужно отказаться от телевизора, там, не знаю, машины, микроволновки и пульт выкинуть подальше, или, допустим, или вообще телевизор не смотреть, а исключительно газеты читать, знаете, на вот таких деревянных стойках, которые стояли раньше на улице. Да, информационных. Да. Ну, тут во всем нужна мера, и тот же самый автомобиль, как бы, не автомобиль опасен, а скорее, как бы, принцип управления человеком, который сидит за рулем, правильно? Потому что, хоть это и средство повышенной опасности, да, все равно все зависит от умения вождения, эмоционального состояния, да, какой-то гражданской нравственности, да, в плане соблюдения правил дорожного движения. Ну, конечно, я с вами согласен. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, в чем, может быть, я не знаю, может, я ошибаюсь сейчас, но в чем причина роста численности людей, которые заболели депрессиями и различными нервными расстройствами? Есть же такое, наблюдается, по крайней мере, видел статистику в нескольких учреждениях, в том числе и учреждениях, которые в Краснодарском крае находятся, и там написано было, что, допустим, по психическим расстройствам идет, ну, неуклонный рост. Вот, допустим, мы разговаривали с несколькими специалистами по этому поводу, кто-то говорит, что это не связано с тем, что люди стали больше болеть, это связано с тем, что, может быть, стали выявлять чаще, или просто больше, ну, внимания на свое здоровье люди обращают. Вы что думаете по этому поводу? Ну, у нас современный ритм жизни, особенно вот в крупных городах, он все-таки насыщен вот обилием стрессов, высокой конкуренции среди людей, да, плюс там социальная нестабильность, да, какие-то, ну, боязнь, там, нереализации, плюс... Боязнь, в конце концов, опять же, в современных экономических условиях непростых, боязнь потерять работу, например, это очень, за последнее время, мне кажется, очень такую, ну, как бы, так сказать, распространенный вид страха. Ну, да, плюс еще психологи говорят о том, что сейчас в обществе формируются, ну, культы определенные, да, допустим, культ совершенного тела. Да, есть такой дело. Или культ, там, социальной реализации, да, достижение какого-то, какой-то должности, да. Культ успешности, условно говоря, да. Естественно, как бы, не все справляются, и многие начинают переживать по этому поводу, многократно эту проблему переваривая, да, и... Причем ведь мало кто обсуждает эту проблему с психотерапевтом, например, или с врачом. И вообще у нас, мне кажется, в стране и в крае не принято у людей ходить к таким специалистам, потому что, опять же, ну, это связано с какими-то, может быть, социокультурными особенностями. Это ведь неправильно. Ну, просто люди, наверное, боятся вынести какую-то свою внутреннюю слабость вот на обсуждение с другим человеком. Ну, хотя вот в данном случае, вот, с психологическими расстройствами, тут, мне кажется, только вот путь обращения к специалисту. А вы согласны с тем, что некоторые эксперты называют 21 век веком душевных болезней? То, что это вот сейчас на первый план все-таки выходят вещи такие? Ну, как бы из того, что вот мы обсудили, я думаю, да, если говорить про, тем более, вот крупные мегаполисы, да, там ритм жизни очень высокий и очень много вещей, которые могут привести к тем или иным переживаниям. А что с этим делать тогда в таком случае? Ну, здесь только обращаться вот к психологам, к психотерапевтам, которые уже конкретно могут или оказать именно психологическую помощь, или назначат какие-либо лекарственные препараты. Если говорить еще о болезнях цивилизации, вы бы что в этот список включили? Ну, то, что у нас связано с малой подвижностью людей, это ожирение. Ну, также, наверное, можно отнести болезни сердечно-судистой системы, да, инфаркты, инсульты, они также у нас вызываются неправильным питанием и низкой физической активностью. Ну, и, конечно, вот эти психологические заболевания, помимо депрессии, еще также можно отнести зависимость от смартфонов, гаджетов, планшетов, которые сейчас у каждого. Это уже в такой серьезный разряд переходит, да? Ну, сейчас как бы есть такой термин, как гаджет-зависимость, и многие люди не могут даже дня пережить без того, чтобы не попользоваться телефоном или не выйти в социальную сеть. Ну, это правда достаточно сложно отказать себе, хотя бы в сутках провести без телефона. Хорошо. Если говорить о современных методах профилактики, то какие они на сегодняшний день? И вообще, давайте чуть о профилактике более глубоко, скажем, побеседуем. Ну, современные методы тут, в принципе, изменения не очень большие. В принципе, профилактика... Ну, тогда те методы, которые имеются в наличии. Да, тут как бы основные методы – это информирование людей, их мотивирование на ведение здорового образа жизни, на отказ тех или иных вредных привычек. Ну, и плюс – это, естественно, своевременное выявление заболеваний на ранних этапах. На этапах, либо на этапе фактора риска, либо на раннем этапе развития заболеваний. А факторы риска каковы? Можно еще раз? Ну, факторы риска, которые приводят нас к развитию хронических неинфекционных заболеваний – это вот то, что мы говорили – ожирение, низкая физическая активность, артериальная гипертония, высокий уровень глюкозы, холестерина крови, ну, вредные привычки – это курение, погубное потребление алкоголя. Ну, понятно. В общем, все то, что, в принципе, с одной стороны людям известно, с другой стороны, наверное, не все, к сожалению, соблюдают эти правила. Ну, да, сложно людей убедить. А в чем здесь причина, как вам кажется? Это причина попустительского отношения к своему здоровью? Или, знаете, такой русский авось? Да, ну, ладно, там Василия Петровича коснулась, а меня не коснется. Вот вы же сталкиваетесь с людьми, которые приходят, у них уже холестерин там зашкаливает, например, а они ни разу его не сдавали даже, ну, просто потому что думали, что ничего страшного в том, что они там полкилограмма жирного или, ну, в пересчете на сало, например, съедают за неделю. Ну, что же, все так делают, и ничего страшного. Ну, это вот в начале разговора мы говорили о том, что депрессия и ОРВИ, они проявляются сразу, да, как только образовались. А вот длительные болезни, хронические болезни сердца, онкологические заболевания, они очень долго не проявляются. И поэтому человеку, наверное, сложно, ну, всерьез воспринять то, что вот жирное питание приведет там к последующим проблемам. А как вы относитесь к биологически активным добавкам? Ну, биологически активные добавки, не, ну, как сказать, это у нас, получается, вещества, которые используются либо в дополнение к пище, да, либо уже внедрены в какие-то либо пищевые продукты, и содержат биологически активные вещества, которые будут, да, как-то положительно влиять на те или иные виды обмена или там на функционирование тех или иных органов. Но это не лекарственный препарат, это вот, как бы, переходная форма. Нужно ли консультироваться с врачом перед их применением? Или это такие вещи, которые, в принципе, можно хоть горстями в себе закидывать? Нет, ну, вообще, насколько мне известно, юридически это, как бы, не лекарственный препарат, она продается как... А с витаминами как? Ну, витамины, это уже ближе к медицине, да, это лекарственные препараты, они продаются в аптеке, и, ну, конечно, желательно все-таки перед применением все-таки консультацию врача получить по этому поводу. Он скорректирует, возможно, подберет наиболее эффективный комплекс. У нас вообще, мне кажется, проблема с этим, с консультацией врача перед применением, потому что в аптеках люди покупают лекарства, и вот эти вот вещи насчет консультации не очень сильно выполняют. Как часто нужно появляться у врача, допустим, ну, скажем, у врача-специалиста? Ну, все зависит как бы от состояния здоровья человека, да. У нас, если у человека есть какое-то заболевание, он находится на диспансерном учете у своего участкового врача, и он ему назначает последующие даты визитов. Если заболевание еще не сформировано, не выявлено, то для этого проводятся вот такие компании, как диспансеризация, да, которая проводится раз-дри годы, профилактические осмотры, да, вот именно с целью того, чтобы выявить либо заболевание на ранней стадии, либо какие-то факторы, которые способствуют развитию этого заболевания. И очень коротко, буквально там за 5 секунд, если уложитесь, анализы сдавать, как часто нужно? Ну, тут все индивидуально, просто если человек интересует свое здоровье, вот у нас есть такие подразделения, как центры здоровья, где только бесплатно с полюсом, с паспортом можно пройти скрининговое обследование полное организма раз в год. Понятно. Но лучше раз в полгода, как минимум, говорят, что неплохо было бы тебя не задавать. Ну, да. Ясно. Спасибо вам большое. Напомню, что гостем нашей студии был Андрей Сахаров, заместитель главного врача по организационно-методической работе Центра медицинской профилактики Министерства здравоохранения Краснодарского края. Вам здоровья и удачи. Спасибо большое.